Здравствуйте, уважаемый профессор. Добрый день, Наталья. Мы продолжаем беседы по воспитанию человека, интегрального человека. Глобального человека из, так сказать, будущего исправленного мира. И тема сегодняшняя, с которой хотелось бы начать, это агрессия и насилие, которое окружает человека в современном мире. Несколько слов буквально. Каждый человек уже понимает, что он буквально окружен этим явлением. То есть дома бытовое насилие процветает. Стоит ему выйти на улицу, поехать на автомобиле. Мы видим примеры бесконечных конфликтов. Общественный транспорт – это еще хуже. На работе, когда человек приезжает, там бесконечное насилие происходит. И, собственно говоря, в Википедии есть определение, что такое агрессия. Это когда один человек наносит мотивированный сознательный ущерб другому или психологический дискомфорт. А насилие в этом же источнике определяется как агрессия без согласия другого человека. Вы могли бы сказать, что это заявление, откуда его корни вообще, почему оно так процветает вот сейчас? Ну, во-первых, насчет Википедии я бы, конечно, не совсем мог бы согласиться с этим. Но не будем сейчас это обсуждать. Нет, это главное. Дело не в формулировке. Так сказать, от них ничего не хуже, не лучше не будет. Нам надо смотреть на жизнь. А что же можно в ней изменить? Потому что, действительно, наш эгоизм, который из поколения в поколение постепенно-постепенно рос и вынуждал нас компенсировать его рост в том виде, что мы развивались. То есть, вроде бы, компенсация была положительной. Мы при этом развивались, развивали вокруг себя окружающую среду. Строили, творили, ваяли и так далее. В общем, все было вроде бы хорошо. И этот эгоизм можно было поощрять. Вперед, выше, дальше, больше и так далее. А сейчас мы сталкиваемся с своим противоположным. Во-первых, выше, дальше, больше. Мы видим, что это себе во вред. Это просто настолько явная обратная связь, отрицательная, что этот лозунг больше не действует. Если не так надо работать вообще с нашим эгоизмом и вообще с нашим устремлением вперед, которое было раньше, то мы остановились, и мы не знаем дальше, что делать. Мы автоматически, как бы, боимся продолжать. И это сказывается во всех областях нашей деятельности человеческой, на Земле. И не только на Земле. Вы смотрите, программа «Лудна», «Марс», «Космические исследования» остановлены. Уж перед тобой Вселенная. Вроде бы, посмотрите фильмы 50-столетней давности. «К мечтания», «Рывок», все это. Не надо мне это, как бы, человек говорит. Меня это не интересует. Что я там могу для себя найти? Ну что, привезу себе там тонну лунных камней? Что, какая у меня разница, что на Марсе, что где-то еще. Найду я где-то какую-то жизнь, здесь мне жизни нет. И вот получается, что, конечно, я говорю избитые, в общем-то, вещи, но... Что нам надо, в первую очередь, найти правильное отношение к себе и к жизни. И поэтому тут проблема действительно острая, и наш эгоизм и дальше, и дальше продолжает, он уже не продолжает как бы расти, он в себя перерастает. То есть, он превращается в такие формы, когда они становятся просто, как бы, мутационными какими-то. Когда мы даже не понимаем, мы не можем их понять. То есть, человек от того, что он не может правильно реализовывать себя, двигаться вперед, раньше узнал, я хочу это, и это, и это, общество потребления, там, неважно в каком виде, в советском или в американском. Но это были цели, это было что-то, никаких целей, ничего, противостояния даже толком нет между государствами, то есть, и национальных идей каких-то нет, и ничего. И здесь вот эти мутации, действительно, внутренние, которые с нами происходят, они дают вот такие ужасные результаты. И, кстати говоря, сказано в Библии, что враги человека, населяющие его дом. Я всегда думал, как это может быть такое, в принципе, родители к детям, дети к родителям, бабушки, дедушки, клан, хамула, так называемый, как у азиатских там народов. Это все кончается. Это все на глазах буквально прекращает работать впервые за десятки тысяч лет нашего развития. И поэтому мы должны понять этот вызов природы, что с ним делать. Мы не можем добавить еще какие-то ресурсы в школьное образование, в воспитание и так далее, и этим будет лучше. Или сделать еще какие-то дополнительные государственные организации, которые будут обслуживать семью и чего-то. Здесь проблема в природе человека, который не позволяет ему быть сегодня в контакте, нормальном общении с другими людьми. Он не может, он по неволе выражает себя таким образом, то, что мы видим на дорогах, в транспорте, в семье и везде. И нам некуда деться. Ты не можешь никуда... Действительно, ты и дома, и во дворе у себя, если говорить о детях, в близком кругу, что называется. И на работе везде находишься в ужасном состоянии. Действительно так. И это еще мало. И это еще не все. Потому что то, что говорит Каббала о будущем человечества, это просто маленькими перебежками добежать до супера, закупиться, отовариться и снова к себе в бункер. Это что-то такое, допустим, какая-то такая картина. Так что будущее рисуется, мы видим, футурологистами он рисуется так мрачно, что дети будут, естественно, не в школу ходить, а через интернет образование воспитываться. Куда мы можем их отпустить в этот страшный мир, выйти на улицу. Вот мы сами будем работать, может быть, таким образом. Человек будет получать, наверное, и продукты, все заказанные заранее домой. И, короче говоря, все мы будем сидеть в четырех стенах с пулеметами в бойницах вместо широких окон. И неужели такая жизнь нам уготовлена? Но, в принципе, мы по количеству замков на дверях и охранников полиции, милиции, охранников и ФСБ, СМСС и прочих-прочих-прочих организаций, мы видим, к чему это приходит. И, кстати говоря, это во всем мире. Просто мы, на самом деле, еще и не знаем, сколько людей работают по охране, по поддержке, по заранее, по разведке, что называется, оповещению и так далее, общественное сознание, обработке. И все равно это все ничего не помогает. Какие бы мы ни были умными, мы с природой человека сделать ничего не можем. Так что, если смотреть вперед, она, это агрессивность, непредсказуемость, эти жуткие взрывы внутренние в каждом из людей, они будут расти. Время добреньких дедушек, бабушек прошло. Сегодня это баба-яга, и дед какой-то такой вампир. И это везде. Современные психотерапевтические методы интерпретируют агрессию как невыраженное желание. То есть, если у человека нет возможности каким-то образом реализовать себя, проявить, он себя сдерживает, это накапливается в виде такого агрессивного какого-то фона, который он сбрасывает в случайных ситуациях. Это если он недоволен сам из себя, с чем-то своим внутренним, и тогда хочет разрядиться, как японцы на какой-то кукле там. Но если я вижу вокруг себя поведение других людей, и оно хоть в чем-то, хоть в чем-то на йоту, не соответствует моему сегодняшнему вот этому мгновенному желанию, какой-то моей программе, или что-то, кто-то у меня на пути, кто-то что-то не так, я таким самым естественным внутренним порывом желаю его стереть. Просто, чтобы его не было. Мгновенно. Если бы у меня было такое оружие, я бы этим мгновенно пользовался инстинктивно. Настолько нас природа вынуждает к таким вот действиям. И здесь мы можем сказать только одно. Человечество будет к этому приближаться. Надо смотреть реально на вещи. Есть ли у нас возможность изменить природу человека? Потому что это вызов природы к тому, чтобы мы себя изменяли. Если это возможно сделать, да. Если нет, то мы находимся просто перед такой проблемой, которую действительно и сегодня все социологи, психологи, они уже видят, как просто поднять белые ручки к небу, и что будет, то будет. И на этом пока можно зарабатывать. В общем-то, к этому сводится сегодня наш контакт с этим вот огромным эгоизмом, вот этой трагической жестокостью. Иначе я не вижу. Действительно, вот сейчас в европейских странах, насколько я знаю, я просто про другие не очень усведомлен, вот тренинг ассертивности, так называемый, это как раз, когда человек пытается, что баланс между жертвой, пассивностью и агрессивностью найти. Вот это он номер один вообще сейчас, самый продаваемый продукт. И у меня тогда вопрос, что тогда получается, что даже и не стоит, что ли, пробовать преодолеть вот эту внутреннюю жестокость, даже не пытаться какими-то психологическими способами договориться, найти какое-то решение сегодняшнего дня. Понимаете, здесь проблема. В первую очередь, если мы будем действовать какими-то вот такими альтернативными, непрямыми методами, смягчим, возможно, при этом результат сегодняшний, отрицательный. Нам это даст какую-то передышку для того, чтобы ввести правильные методы, найти правильное лечение и провести его в обществе. Или мы на этом успокоимся, и потом нас ждет еще больше взрыв, и вместо хорошего результата, который мы увидим в течение, допустим, года-двух, мы получим такую проблему, с которой уже справиться точно не сможем. Здесь вот проблема в подходе. То есть, должны мы правильно сейчас осознавать наше настоящее истинное состояние, мы должны знать на самом деле, что же за проблема огромная, глобальная перед нами стоит, мы должны искать четко, как менять природу человека, этот эгоизм не подавить, не стереть, это ничего невозможно будет сделать. Это можно только сейчас, пока, какими-то маленькими вот такими методами временными. Мы должны его перенаправить в развитие. К чему? Для этого надо нам узнать внутри человека, а какая же в нем существует вот эта внутренняя потребность. Потому что вот этот зов изнутри, который выходит в ярости, в жестокости, в насилии, во всех отрицательных действиях человека, к чему он на самом деле направлен, почему человек внутренне не удовлетворен, в чем его пустота, в чем его голод, который достигает таких напряжений внутренних, что просто вот так вот он себя, он не может себя сдержать, он при этом себя не... Это не не сатисфакция какая-то. Это, как правило, эти порывы, они абсолютно неосознанные, неожиданные для него самого. Если мы таким образом будем действовать, то есть осознанно, реально создавать план и разрабатывать правильное действие с эгоизмом человека, с населением, то временные, конечно, пока мы не сможем ввести свои вот эти действия в социум, то, конечно, они оправданы. Но это только в таком случае. Иначе мы получим огромную, еще большую проблему. Замалчивать себе во вред. Хорошо. Вот если представить себе, что у нас есть какой-то класс, виртуальный и реальный, там сидят дети разного возраста. Мы говорили, что они могут быть и 40, и 50 лет, эти дети. И вы заходите, и тема вот этой сегодняшней встречи – это насилие, агрессия и отношение к нему. О чем бы вы рассказали? Как бы вы рассказали вот это правильное направление? Вот о чем тогда речь пошла? Здесь, во-первых, я не считаю, что это вот эти классы, это достаточно. Я не представляю, как вы сможете подготовить такое огромное количество преподавателей, воспитателей. Это невозможно. Инструкторов, здесь необходимо работать с людьми, когда ты им раскрываешь на самом деле их природу, их будущее, к чему этот зов в них сейчас возбуждается. Это внутренний зов человека к будущему, но которого он явно перед собой не видит. И вот это вот напряжение, когда он не видит этого будущего, и ему никто об этом не рассказывает, вот это, в принципе, вызывает в нем вот такое напряжение, которое выливается в агрессию. Я не думаю, что это возможно сделать через какие-то кружки домашние, или там, типа, как вы говорите, там, собрания какие-то где-то. Я думаю, что это возможно только в наше время с этой огромной проблемой глобальной, это возможно только в таком же глобальном виде. То есть это через средства массовой информации. Притом, это должно быть действительно на это дело поставлены все наши ресурсы. Это и в школе, и дома, и Голливуд, всякие наши, естественно, интернет и печатные издания, они все должны принимать в этом участие. То есть это должна быть огромная надгосударственная организация, которая будет заниматься действительно преобразованием человечества. Я понимаю, что это, может быть, еще и выглядит фантастически, но если мы начнем поднимать эту проблему, то я думаю, что она обнаружится явно стоящей перед всеми. Ну, я имею в виду Северная Америка, Европа, с Россией включая, и Южная Америка тоже, насколько я ее знаю, неплохо. Там эти проблемы ощущаются и осознаются, осознаются, главное, правильными. То есть, правильно. То есть вот эти огромные массы людей, я думаю, что они поймут это новое обращение к ним, они увидят влияние на себе средств массовой информации. Это надо будет преподносить через всевозможные фильмы, какие-то художественные произведения, через песни, через выступления важных людей, которые пользуются уважением или любовью у широких кругов населения, и через них пропиаривать, что называется, вот эту идею объяснения, показывать пример и так далее. То есть здесь должна быть очень серьезная работа. Человечество должно ощутить себя перед огромным, большим, единым вызовом природы и понять, что здесь необходимо притворение действительно огромной идеи, великой идеи изменения человека для того, чтобы он достиг, раскрыл для себя вот этот новый уровень, которому он сейчас начинает испытывать желание, но сам вот этот уровень, саму вот эту реализацию, и что она ему готовит, он не видит, не понимает, и это создает в нем огромное напряжение. То есть я чувствую в себе какие-то силы, я чувствую в себе какие-то желания, я чувствую в себе какой-то порыв, а к чему, где, куда, я не знаю, вот тут я разрываюсь. Я как бы нахожусь таким образом в какой-то камере, хотя я не вижу ее стен, но цель находится вне этих стен, вне этой природы, вне этого мира, на другом уровне. Я к нему, к этому уровню чувствую свое стремление, и поэтому я чувствую себя даже в этом вроде бы огромном мире, как в тюрьме. А что это за идея, вот вы говорите про методы, а что это за идея, к которой стремится человек? О чем вы сейчас говорите? Я говорю о развитии внутри человека дополнительных свойств, которые бы помогли ему ощутить следующий уровень мироздания. К чему у него сейчас возникают вопросы о смысле жизни, для чего, как, почему, я хочу это увидеть, я хочу это узнать, я хочу все это получить. У меня этого ничего нет, поэтому вся моя жизнь, она кажется пустой, бесполезной. Я не знаю, как ее реализовать, меня не интересует внутри этой жизни только что-то делать. Я к каждому своему действию в этой жизни должен приложить еще кусочек из будущего, из следующего уровня. А ради чего я это делаю здесь? Для того, чтобы получить что-то еще там. Вот это отсутствие смысла в своих действиях, в своей жизни, внутри нее, оно и вызывает все эти агрессии и проблемы, болезни, ну, в общем, все, что мы на сегодняшний день имеем. Поэтому нам надо обязательно рассказать человеку о том, в следующем уровне, о том, как его достичь, какие свойства в себе надо развить, потому что здесь это зависит уже от восприятия реальности, следующего восприятия реальности. И, в принципе, человечество готово все это с удовольствием узнать. Это и заманчиво, и увлекательно. Это вдруг раскрывает перед тобой какой-то новый горизонт. Ты становишься элементом развивающимся, раскрывающим для себя новый мир. Причем эти желания, они существуют и во взрослых, и в детях сегодня, и во всех. Поэтому мы здесь, когда раскрываем перед человеком такое огромное и, в общем-то, реальное будущее, причем такое будущее, которое мы не можем ему на этой земле вообще никаким образом показать, а здесь оно реально, в принципе, и согласно всем законам природы объясняемо, то, конечно, мы этим излечим много-много проблем в обществе. О каком именно вы сейчас говорите? О каких свойствах вы говорите? Я говорю о том свойстве человека, которое называется нашей природой и является желанием насладиться. Так вот, желание насладиться, оно работает в двух направлениях. Направление одно – это когда человек получает, получает все в себя и его отношение к миру, где бы и как бы мне урвать, чтобы себя побольше наполнить там, где я чувствую, что я хотел бы наполниться. Такое желание называется желанием получить. Просто желанием получить. Это пища, кровь, секс, то есть животные желания, которые относятся к нашему телу, как бы, и желание уже человеческие, выше животных. Это желание власти, славы, богатства и знаний. Практически вот эти семь желаний, их, конечно, можно разбить на много частных, но вот эти вот семь желаний, они, в общем-то, в каждом из нас существуют, только в разных комбинациях. В одних больше эти желания, в других больше эти желания. И у нас они тоже все, в каждом из нас, они в зависимости от возраста, в зависимости от обстоятельств, каждая из них пытается реализовать себя, наполнить себя, вызвать человека на ее наполнение максимальным образом. Так вот, все эти желания мы наполняем потребительски, смотря на окружающий мир. Животные на своем уровне, люди на своем уровне. Существует еще и следующее восприятие реальности, отношение к нему в отдаче. Не в свойстве получения, а в свойстве отдачи. Когда я, теоретически, представим себе, ощущаю всю природу, все человечество, вообще все, что вне меня, как свою интегральную часть. И к этому нас постепенно, постепенно природа сегодня подводит. И мы упираемся, и этого не желаем. А она нас толкает, и будет толкать еще и очень серьезно. Так вот, если я понимаю, что есть еще один метод восприятия, отношения к миру в отдаче, а не в получении, давайте-ка мы посмотрим, что мы при этом вообще имеем. А имеем мы при этом невероятный вообще результат. У нас получается на выходе такой продукт, который вообще невозможно оценить. Если я начинаю относиться к всему окружающему, неживой растительной, животной и природе, и главное, к людям, как своим непосредственно частям, что называется, возлюби ближнего, как себя, то я начинаю жить в них. Я как бы себя забываю и живу их желаниями, их целями, как мать вся находится внутри своего маленького чада. И только о нем думает, и только вся в нем. Вот вся она устремлена только для того, чтобы наполнить его. Так вот, в таком виде, если мы, допустим, рассмотрим эту древнюю библейскую заповедь, возлюби ближнего, как себя, мы увидим, что она вообще дает нам какой-то универсальный, парадоксальный, удивительный, чудесный вообще результат. Человек при этом поднимается выше всех ограничений нашего мира, времени, пространства, перемещения. Он начинает чувствовать себя находящимся в других. И тогда вообще у него пропадает ощущение даже собственного тела. Он как бы живет внутри них, в их желаниях. Так как раньше он желал наполнять свое желание, не тело мы имеем в виду, а желания. Желания, они же не обязательно ощущаются нами как бы в теле. Но это не телесная категория, это категория душевная, даже духовная. Душевная, если мы к себе тянем, и духовная, если мы от себя чувствуем это в других. И тогда получается, что у нас раскрывается вообще совсем другая жизнь. Жизнь вне тела. Таким образом, человек переходит совсем в иное состояние, на иной уровень, в другое измерение. И к этому мы сегодня подталкиваемся природой. Притом систематически, постоянно, согласно ее плану, мы к этому должны прийти. Мы можем прийти к этому осознанно, как говорит нам об этом наша наука, которая еще из древнего Вавилона пришла к нам и объясняет нам. И тогда был этот же принцип, стоял перед тем маленьким цивилизационным этим очагом на земле, так же, как сегодня, в излюбии ближнего, как себя. Не строить Вавилонскую башню в своем эгоизме до неба и не расходиться, потеряв связь между собой во множестве языков, а именно собраться, соединиться вместе вокруг этого эгоизма, вокруг этих неразберих, как бы, непониманий языковых, то есть внутренних, как бы, друг друга не понимаем, что значит, говорят на разных языках. Так вот, сегодня мы должны эту идею пересмотреть. Мы снова пришли к этому же. Как и предсказано было еще с тех времен, с древнего Вавилона, что соберетесь вы через три с половиной тысячи лет и будет то же самое, но уже намного серьезней. Потому что сегодня у нас выхода нет. Нам расходиться больше некуда. Даже если мы себя уничтожим и останется какая-то маленькая только людей, то они все равно будут согласно закону природы. Неважно, как в том же древнем Вавилоне. Хватало земли, но они могли бы сделать это у себя тогда, и было бы прекрасное существование. Они разбрелись, в итоге человечество прожило очень неприятный исторический процесс и пришло к тому же результату. Мы сегодня вернулись, в принципе, на круги своя. И поэтому мы должны вот это все объяснить, прописать, рассказать, показать, что это надрелигиозная вообще идея, это природа, это не мы выдумали, как мы всегда выдумывали что-то для себя, а показать, что это исходит из вызова природы нам, и мы должны его выполнить. Потому что это заповедь, это условие жесткое природы. И поэтому здесь необходима, конечно, серьезная работа на уровне выше мировых правительств, выше, конечно, сегодняшних этих мировых организаций. Я считаю, что это можно реализовать именно непосредственным распространением через огромное-огромное количество людей, через интернет, который специально развился, чем мы и занимаемся. Я не верю в то, что мы можем выйти с этим к мировым каким-то организациям. Мы видим, какие сидят там чиновники и чем они занимаются. Мы понимаем человеческую природу. Каждый из нас, может быть, на их месте также был бы, обязан был бы таким образом себя вести. То есть, если вообще мы можем к кому-то обратиться, это только напрямую к простым людям, каждый из которых субъективно, индивидуально ощущает эту проблему и поэтому готов не субъективно и не индивидуально участвовать в ее решении. Хорошо. Мы видим, вот вы обрисовали сейчас следующую ступень, которая является, как я понял, как раз универсальным таким решением всех проблем, о которых мы говорим. И одновременно, если я вас правильно понял, вот тот уровень агрессии, напряжения, которое возникает, он как раз нас подталкивает к тому, чтобы мы сделали этот шаг. И у меня тогда вопрос, как это сделать, какие конкретные шаги должен сделать буквально каждый человек, чтобы от сегодняшнего вот этого состояния уже начать двигаться, к следующей вот этой ступени, к интегральному миру? Ну, как я сказал, допустим, все наши попытки обращаться к каким-то организациям или правительствам или большим людям, которые якобы управляют, они заканчиваются всегда просто непониманием. У них очень просто. Сколько это стоит денег или какое количество солдат тебе надо для того, решить эту проблему? Там солдат, полицейских, неважно что там, кого купить, что-то сделать. Решение только на таком уровне. Здесь решение же не на этом уровне, здесь необходимо создать систему воспитания людей. А об этом никто слышать не хочет. мы прекрасно понимаем, что эти люди в этом участвовать не будут. И поэтому у нас остается только единственное, и я думаю, что правильное в этом отношении действие, это через интернет, ну, если возможно, где-то через телевизионные или радиоканалы воздействовать непосредственно на людей. А как это сделать? Объяснять, объяснять людям, что же, что же, что же вообще представляет собой сегодняшняя ситуация, правильный вызов природы нам, почему мы должны себя начинать изменять, чтобы природа вынуждает нас подняться на следующий уровень, ее, перейти за границу мирополучения в мир отдачи, то, что и заповедано нам в этой общей для нас для всех Библии, допустим, древней мудрости, и начать объяснять людям, каким образом можно искать в себе вот эти скрытые ресурсы. У нас разрабатывается программа для воспитания детей, и мы пытаемся ее применять, и не пытаемся с большим успехом уже применяем, правда, круг ограниченный, но он постоянно постоянно растет, это уже сотни детей в разных странах мира, я бы сказал, тысячи, которые уже вместе находятся в одной воспитательной вот этой новой системе. Она не может быть вписана в обычную систему, потому что она вся говорит только о интегральности, отдаче, глобальности и так далее. То есть это воспитание человека к новому человечеству, к которому мы, к этому новому человечеству мы должны прийти, мы в него сейчас вталкиваемся природой, а сами не готовы, и поэтому мы чувствуем здесь противоречие, мы не готовы к новому миру. А дети, которые к нему в принципе внутренне готовы, но не получают от нас правильной подготовки к нему, и они поэтому с одной стороны не желают с нами ничего получать от нас, и с другой стороны они находятся тоже несчастные в растерянности относительно вот этого вызова. И поэтому нам надо естественно пользуясь интернетом пытаться дойти до каждого. Я не думаю, что государственные организации, общественные организации здесь что-то могут сделать. Впоследствии возможно они предоставят нам какие-то свои ресурсы в пассивном виде. Они на больше не способны. Но к этому можно было бы стремиться. Надо все-таки объяснять поэтому государственным чиновникам, руководителям, чтобы они нам предоставляли возможность радио, телевидение, интернет, газеты и так далее. То есть любые возможности доносить до широких масс эту проблему правильно объясненную и как ее правильно реализовывать. Я думаю, что в итоге мы должны через детей действовать, потому что у каждого человека есть проблема с его детьми, какое воспитание, какое образование не получает. Образование ладно уж, но воспитание и ребенок остается в принципе уродливым существом. И пока он вырастет, наш мир еще больше изменится, он станет еще более глобальным, еще более замкнутым, еще более интегральным. Люди будут еще больше неготовны к этому. Их как бы будут втискивать в прокрустово ложе во всех свойствах, во всех отношениях. природа такая будет. Природа постепенно, постепенно, все время меняется, меняется, постепенно мир переходит от мирополучения к миру отдачи. Мы этого не чувствуем. а силы природы вокруг нас, которые нас воздействуют, они так уже начинают перегруппироваться. И вот здесь мы оказываемся в мире, который относительно нас воспринимается нами как враждебный. И мы не знаем, что с ним делать. Вот эта враждебность это наша природа внутренняя, враждебность это экология, враждебность это вдруг не работают даже системы, которые мы сами создали. Экономические системы, общественные системы, искусственные, мы же их сами сделали. Ничего не работает. Это потому, что мы переходим из мирополучения, под которым мы сделали эти системы, в мир отдачи. Ничего не работает. Эти невидимые силы природы, которые собираются вокруг нас, которые постоянно управляют нами, поддерживают нас, пронизывают все наше естество, они уже работают по другой программе. И мы ей не соответствуем. У меня такой вопрос. Смотрите, как получается. То, что вы описали, вот эту картину, она очень привлекательная, но по ощущению она слишком оторвана от того, что есть сейчас. И такой сразу вопрос. Что значит она оторвана? Когда вы смотрите, посмотрите на Россию, которую вы хорошо знаете. Посмотрите на нее, посмотрите не на сходящие с ума два-три главных города, а на всю остальную Россию. Посмотрите, вписываются ли даже люди, которые находятся сегодня на земле, близко к себе, маленькие городки, районные центры, знаете, представляете, о чем я говорю? они вписываются сегодня в природу, хотя они далеки от этой цивилизации западной, которая там Питер, Москва и там прочие там города миллионные города, они тоже не вписываются. Даже человек, который живет сегодня в деревне, в каком-то бывшем колхозе, где-то там, и то он не вписывается, и то он чувствует, что мир сегодня другой. То есть это явный показатель того, что мы уже перешли эту границу. Мы должны быстро-быстро начинать приспосабливать человека, объяснять ему, давать ему четкие рекомендации. И это очень быстро можно сделать, это очень просто можно сделать, потому что мы имеем дело с природой, против нее же не пойдешь никак. Какие рекомендации нужно сделать? А именно об этом я спрашиваю, что конкретно этому человеку должен В первую очередь воспитание. В первую очередь воспитанием, объяснением, показом на всех примерах, начиная с Нового Голливуда и кончая там всеми другими методами воздействия на человека, которые у нас есть от средств массовой информации, от любых методов работы с массами, с обществом, социумом, работать на всех этих уровнях для того, чтобы объяснить, показать, убедить, раскрыть человеку глаза на то, в каком мире сегодня он находится. Мы неожиданно перешли в другой мир, и этого не осознаем. Объясните ему это все. Он это чувствует, что происходит, только он не понимает, что с ним происходит. Дети чувствуют, что они к другому миру относятся, смотрят на нас, а чего это они, где они находятся. Дети смотрят на нас, как на каких-то, как будто они к нам прилетели откуда-то. надо немножко это все раскрыть, и станет людям ясно. Мы сегодня еще по инерции продолжаем существовать в прошлой парадигме. У меня такой вопрос. Смотрите, вот как образ, допустим, в том же кино или вообще в мире образ такого эгоистичного человека, который каким-то образом свою агрессивность реализует и подавляет других людей, эксплуатирует, он есть, он понятен, мы увидим сплошь и рядом. Когда мы говорим про вот этот новый образ человека, это должен быть образ какого-то одного человека или какое-то коллективное какое-то сообщество людей, которое, вот здесь мы говорим про индивидуального человека или все-таки про сообщество? Чему мы должны подвести нового человека, ребенка? Непонятный вопрос, да? Нет, я понимаю ваш вопрос, но это зависит от человека самого. мы знаем, что есть люди, которые воспринимают все равно индивидуально мир, а есть, которые воспринимают мир коллективно. Индивидуально воспринимающих мир мало. это особые личности, которые могут вести за собой, которые, ну, это особый сорт душ, таких немного. Если мы говорим, они не поддаются массам, у них существует совершенно свой взгляд на мир, они как бы проводники каких-то идей высших в наш мир, и они их реализуют. А основная масса людей, она, конечно, подпитывается тем, что вместе, сообща, так как другие, быть похожим на другие, и так далее. То есть, нам надо, ну, в общем, и таким, и таким образом относиться, то есть, преподносить человеку это новое отношение к миру. Я думаю, что в итоге, в начале должно быть объяснение индивидуальное, потому что сегодня эгоизм, он, он, в первую очередь, индивидуальный, даже в этой огромной массе людей, которые, у которых коллективное отношение к миру, то есть, они учатся друг от друга, им главное это, они какие-то свои индивидуальные, они чувствуют в себе индивидуального вызова, внутреннего порыва. И поэтому нам надо объяснять вначале человеку каждому лично, ну, через фильмы, через какие-то телевизионные, интернетовские передачи, то, что мы делаем сейчас, уже давно делаем, объяснять ему систему, природу, его самого, в любых таких захватывающих видах, это не обязательно должны быть какие-то научно-популярные, фронтальные такие учебные материалы, а все это может прописываться более чувственно, информативно, показываться на примерах, и на животном мире, и на человеческом, захватывающе, используя и какие-то и влечения человеку к власти, к сексу, к богатству, к знаниям, к каким-то, к мистике, неважно, к чему, в общем, пытаться таким образом в этом облачении показать ему сегодняшние меры его самого, и к чему его природа подготавливает. А затем, конечно, вот вы правильно сказали, что необходимо, все-таки будет необходимость в каких-то тренингах, может быть, психологических, в небольших коллективах, там, десятки или сотни человек, где собираются вместе и обсуждают это в виде непосредственного такого обсуждения. Я вижу по телевидению, по-российскому, есть много таких вот обсуждений каких-то, ну, конечно, на очень уровне недостойно подражания, так мягко говоря, там, в общем, такие, но людей это привлекает. Массы, они привлекаются на это. Посидеть, поговорить, каждому высказать немножко свое мнение, и здесь под влиянием хороших инструкторов можно проводить, как вы, как психолог, это понимаете, можно проводить очень интересные вообще тренинги. Не беседы, не объяснения уже, а тренинги. Но они, в свою очередь, будут и объяснять по ходу дела ту же идею. Предположим, студент, медик, приходит на первый курс медицинского факультета, да, и он четко понимает, он видит выпускника этого же института, он видит, это уже начинающий врач, он ходит с фонемодоскопом, он ставит диагнозы, он лечит людей, у него понятно, к чему он должен, вот за эти шесть лет, к чему он должен прийти. Вот этот вот образ, допустим, вот есть человек, который сейчас, вот, он более-менее понятен, и вот этот образ вот этого человека, к которому я должен прийти под, ну вот, под воздействием вот этой новой системы воспитания, что это за человек, как он должен выглядеть, как этот образ я его могу увидеть вообще? Он очень простой, это тот же человек, которого я вижу перед собой, только у него изменилось сознание, у него сознание стало под стать природе, интегральной и глобальной. Ничего больше. Очень просто. Он начинает во всех своих планах, действиях, решениях, к чему бы он ни относился, автоматически принимать отношение ко всему происходящему, как к самому себе. И более ничего. Это то, что требует от нас природа. Достичь полной гармонии со всей окружающей средой. То есть любое явление, которое вокруг человека пытается? Это я. Это я. Просто я. И больше ничего. К этому нас толкает природа. Мы не хотим, может быть, этого осознавать. Но в итоге ее план к тому, чтобы мы были интегральны в ней, как любое животное, как любое растение. Как любая масса в космосе. Мы должны вписываться в нее и подчиняться ее законам, но разумно. И когда мы приходим к разумному соответствию ее законов, то мы начинаем ощущать ее внутренний замысел, ее внутреннюю мысль, ее внутреннюю силу, цель. Это называется подняться до уровня творца. Природа есть творец. И мы начинаем ощущать себя существующими так же, как она сама, вечно, совершенно. внутренне мы достигаем такого своего состояния. А тело наше, оно не относится вообще к этому уровню. Оно умирает. Мы, когда выходим в своих желаниях из желаний внутренних наших телесных во внешние, мы начинаем себя отождествлять, ассоциировать с внешним желанием. Мы в нем живем. Мы уже не я. Мы настолько переходим в то, что все мои мысли, все мое я, а оно ведь не телесное, находится в других, что мое тело для меня не значит ничего. К этому природа должна нас поднять. Вот этот уровень, он и называется человек. То есть, когда мы выходим на уровень вечной, совершенной организации природы. Что тогда в этом случае происходит с моей агрессией, с моей потребностью в насилии? Вы наполняете полностью все эти желания, которые в ненаполненном виде вызывали у вас насилие, агрессии и все прочие проблемы, и все эти желания, они работают в обратную сторону. Вы их реализуете, вы реализуете весь свой потенциал, но в интеграцию, в глобальность, в гармонию, и при этом достигаете огромных положительных результатов. То есть, все эти ваши задатки, они получают свое практическое применение положительное. У меня есть еще такой, но он более локальный вопрос. Вот при исследовании антропологических особенностей людей, выявлена такая особенность, что люди развивались по двум направлениям. Было направление, где общество, где был культ насилия, и были сообщества, где как раз предлагалась такая доброжелательность, где люди пытались договориться. Это на примере североамериканских индейцев, подлые гуроны в детстве, апачи такие. И эти две линии развития общества, они сохранились и сейчас. Есть сообщества, и в России такие есть особенности национальные, где культ насилия, он преобладает агрессивный, подавляющий человек, он является эталоном того, как должно быть. И у меня тогда вопрос, если мы будем выстраивать вот эту систему, пропагандировать ее, что будет происходить с этим явлением социальным? Что целые народы вдруг изменятся и поменяют свои внутренние свойства? И что это за корень? Почему так явно выражены два таких явлений? Да, таких явлений в природе несколько, и в одной, в другую сторону, причем иногда и отрицательно оказывающиеся нам явления, они в итоге дают положительные результаты, наоборот. Вот эта безмерная доброта, допустим, она ведет, может быть, к чему-то еще более ужасному. Так что надо на все на это смотреть, как на одни и те же проявления эгоистические получения в себе, поэтому ни то, ни другое для нас неприемлемо в наше время, потому что ни то, ни другое не вписывается в интегральную систему. Даже те же альтруисты, даже те же зеленые глобалисты и так далее, они не представляют, о чем мы говорим сейчас с вами, потому что мы говорим о изменении вообще сознания человека. но допустим, а теперь к вашему вопросу, как изменится общество, в которых насилие является таким вызывающим примером, я думаю, что как только мы начнем в одной части общества проводить программу интеграции с природой, подобие природе, устремление к подобию, к слиянию с ней, в принципе, так можно назвать эту вообще идею, это движение, то сама природа начнет двигать нас в эту часть, которая пытается уподобиться ей, достичь гармонии с ней, сама природа она начнет управлять по-другому и второй частью, то есть именно таким образом мы сможем эту вторую часть как бы не взаимодействуя даже с ней, убедить в том, что движение вперед и правильное, оно находится именно в таком взаимодействии, абсолютно полном взаимодействии, неподавлении, невласти, неподчинении, нерелигиозном диктате и так далее. И здесь мы просто должны увидеть, что все зависит именно от того, от той части человечества, которая в состоянии воспринять эту идею. Если она эту идею правильно воспринят, вторая половина начнет получать от природы совершенно другие сигналы. я вижу сегодня именно вот эту агрессивную часть человечества, которая пытается захватить, подавить, подчинить себе, подставить под свой религиозный диктат и так далее всю цивилизацию, я вижу в этом давление природы на именно тех, кого, на кого давят, чтобы они как можно быстрее осознали этот единственный вообще вариант своего спасения и стали бы его реализовывать в себе и на себе, не обращая внимания совершенно на то, что действительно вокруг них начинает все больше и больше сгущаться вот эта темная такая реакционная сила радикальная. и поэтому я думаю, что Запад, Россия в ее части, Америка это должны осознать. Мы знаем, что существует подобие в больших системах и в малых системах и у меня тогда вопрос. Вот пока мы все вместе строим вот это новое сообщество, какое у меня должно быть правильное отношение в детском саду, моего ребенка уже сейчас, уже сегодня побил и продолжает тиранить и измываться, вот как раз мальчик из семьи, где это культивируется, вещи, какое у меня правильное должно быть к этому отношение? Вы знаете, что мгновенно давать совет и результат желательный получить на следующий день тут не получится. Это такого в жизни не бывает. Нам надо, конечно, пытаться соорганизоваться совершенно по-другому и быстро между теми людьми, которые воспринимают правильно то, что природа к чему нас толкает, к чему нас ведет. их дети и они сами должны между собой входить в определенные новые общественные сообщества, круги. И из них надо создавать совершенно новую систему взаимопонимания, взаимодействия. А все остальные по мере осознания вот этой необходимости будут к ним примыкать. У нас существует это уже, конечно, не в таком глобальном виде, то есть в виде глобальном, но это всего лишь десятки тысяч человек в мире, которые хотят, которые готовы на то, чтобы особенно для своих детей создать такую новую структуру. Я надеюсь, что в ближайшем году мы начнем серьезно заниматься тем, чтобы пытаться сгруппировать их вместе, чтобы сделать так, чтобы их дети получали новое образование и главное новое воспитание, чтобы при этом они группировались вокруг наших виртуальных источников информации и воспитания и таким образом постепенно будет создаваться вот такой большой круг людей, которые будут все больше и больше понимать, что впереди у нас новый мир, в принципе хороший, добрый мир, если только мы не будем идти против природы. У меня еще один вопрос. Значит, если как раз мой ребенок является вот этим самым агрессором и он как раз избивает всех вокруг, я понимаю, что это тоже локальный вопрос, но что я тогда должен делать, как я должен вообще... Все зависит окружающее общество. Если его никто не будет воспринимать положительно при таких выходках, то он не сможет этого делать. Мы же прекрасно понимаем, что это все основано только на лидерстве. Если лидером будет другой результат, так сказать, деятельности, если лидером будет ощущать себя человек, который помогает другим и так далее, то это будет совершенно по-другому восприниматься и таким вот агрессивным ребенком. Он должен будет себя переделать. Он рассчитывает только на восхищение, на одобрение окружающих. Так что, если этого не будет, то... Причем я за то, чтобы воспитание было все-таки раздельным, потому что женская часть, она очень отрицательно влияет на мужскую, вызывает в ней животные, зверинные инстинкты, когда мальчики желают выглядеть по-другому в глазах девочек и между собой, поэтому вступают в всевозможные конфликты и соревнования. Это все совершенно не надо. Надо действительно вводить нормальную систему согласно природе, где все разделено на два пола противоположных и правильно воспитывать каждый из них. Тогда мы получим в итоге гармоничное сочетание между собой а не какой-то унисекс, чтобы даже не понимаем, каждый из нас вообще не представляет к чему это все ведет. Я надеюсь, что вот та система, которую мы пытаемся создать, она получит поддержку индивидуальных, то есть людей, не правительств, не организаций, людей, людей, каждый из которых понимает, что без правильного воспитания своих детей они сегодня просто не видят для себя будущего. Для них вся жизнь превращается в какой-то сплошной кошмар. Как ребенок попадет в школу, как он вернется из школы, что он получит, с кем он бывает, наркотики, секс, какие-то убийства, ограбления, втаскиваются дети туда с легкостью. И все это, конечно, волнует каждого родителя. Поэтому я думаю, что именно вот таким вот обращением к родителям с возможностью дать ребенку бесплатное через интернет интегральное и глобальное образование, воспитание, мы сможем в итоге увидеть новых людей. Опять локальный вопрос. То есть вот такому агрессивному ребенку мы должны предоставить возможность новой формы лидерства и все, и он тогда сможет реализовать это. А почему нет? Любые порывы могут даже сказано в Библии воспитывать отрога по путям его. То есть ты не должен искажать, ты не должен подавлять. Он любит резать, ну сделай из него мясника. Вот так вот. Дается очень конкретный пример, кстати говоря. Вот таким образом. Ну, нравится бить детей, что из него сделать тогда? Я не думаю, что... Это просто форма, да, такая выражение? Да, возьми его в группу дрессировщиков куда-нибудь. Покажи ему животную природу, он станет другим. То есть с этим совсем надо работать, но нет у человека, у человека специально агрессии нет. Есть инстинкты, с которых мы все начинаем, но на сегодняшний день даже эти инстинкты, они иные в детях. Вот даже дети сегодняшние, они иные, они по-другому контактируют между собой. У них взгляд более индивидуальный. И если бы не вот это средство массовой информации, которое все это так пропагандирует, это лидерство вот именно в таких формах, я думаю, что мы с легкостью могли бы сегодня объяснить молодым детям и молодым людям, что мир настроен, природа настроена против них. По крайней мере, мы видим, что это возможно. И мы видим, насколько потрясающий результат вообще получаем от работы с детьми, с подростками, и как они желают далее уже таким образом видеть мир. им это намного проще, легче, приятнее для себя. Они избавляются при этом от огромных внутренних напряжений. Они вдруг начинают видеть мир добрым, как вся природа мама. Они злым, угрожающим и так далее. Они видят, что все это зло и угрожающее только в человеческой массе, вот этой маленькой мелкой, которая все равно будет вынуждена это изменить. И для ребенка это создает такой большой внутренний комфорт, который по сравнению с остальными ощущениями у других детей, конечно, жаль, что этого не испытывают все. Время нашей передачи подошло к концу. Я вам благодарен за сегодняшнюю встречу. Есть еще несколько тем, которые я хотел бы с вами обсудить. Вот прямо в этой серии встреч. Очень надеюсь, что получится встретиться. Я готов. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Удачи.